Скорбный список погибших уроженцев Башкортостана на Украине пополняется. Выполняя указания Москвы, ради Хабира вынужден пропускать текущую работу и ездить от похорон к похоронам. Всегда надо помнить, что за военные операции мы платим жизнями. Приветствую вас на канале ПРУФ и РФ с итоговым выпуском событий недели. Это Руф Арахимова. Под прошлым выпуском в комментариях вы оставили вопрос, где Руф Аханум? Так вот и я. Если без шуток Рамиль Рахматов сейчас находится на больничном, но смог подготовить итоговый обзор, который озвучиваю я. Весна каждый год приходит для наших руководителей неожиданно и как будто в первый раз. Это касается как республиканского, так и муниципального уровня. В Уфе, Уфимском и Белорецком районе все по-прежнему. Традиционно затапливаются одни и те же населенные пункты. Инзер, который в этом месте делает крутой поворот, в очередной раз затопил деревню Габдюково. Аналогичный крупный потоп там произошел в 2013 году. Власти тогда никак особо не помогали сельчанам, а помогал фонд Урал. Очевидно любому человеку, что для этой деревни это системная проблема. Резкий поворот руслей подъем воды над массивом льда приводит к подтоплению. Но власти ничего для предотвращения не делают. Местные жители жалуются, что вовремя взрывных работ не провели. Кстати, к этой деревне вовсе нет подъездных путей. Проходит железная дорога, а между ней и рекой расположено так называемое направление, которое весной затапливается. Вода пришла и в деревню Усмангали, этого же района, и во многие другие места. Это далеко не пик паводка. Горные реки только начали набирать силу. А вот такие вот Габдюково становятся символом безразличия наших чиновников. Ради Хабиров на этой неделе продолжил свою деятельность по внешним фронтам. Во-первых, он поручил начать республиканской выплатой погибшим уже на этой неделе. На днях на Донбасс отправился очередной конвой. И все это привело к волне уже откровенных разговоров о переходе Радия Фаритовича на работу в этом направлении. Мысли наших экспертов об этом вы можете почитать по ссылке к этому видео. Если кратко, большинство из них считают такой переход маловероятным. Но что-то подсказывает, что наш руководитель несколько подустал от рутинной работы, которая не дает видимых успехов и результатов. Кстати, отчет правительства РБ в Крултайе, где инициатива была отдана премьеру Андрею Назарову, это косвенно подтверждает. Отметим, что доклад успехами не поражает. Все цифры какого-то роста на фоне инфляции и смертности сводятся к нулю. Таким же в целом серым было оперативное совещание в понедельник. Складывается впечатление, что Радия Фаритовича вполне устраивает доклады премьеры, где все преподносится как успех. Это словно игра. Ты подготовь доклад, а я похвалю. Все же на неделе случились и позитивные сигналы. Радия Хабиров высказался о необходимости встречи с обманутыми дольщиками. Компания Густрой Кирилла Бадикова, которая сейчас находится в СИЗО. Вообще надо встретиться с людьми и объяснить все обязательства, которые мы взяли, мы все выполним, сказал Хабиров. Просто надо объяснить ситуацию, которая происходит и наше действие. Радует, что глава РБ осознает собственную ответственность. Но тут надо четко говорить, что во второй раз дольщиков обманул вовсе не Густрой, а компания из Красногорска, который ради Фаридович своими указами отдал самые жирные земельные участки в Уфе. Сегодня на нашем сайте выходит первая часть беседы с Кириллом Бадиковым, которую мы провели с ним за день до ареста. Ранее мы неоднократно писали о бедах дольщиков ЖК Менделеевский. Уфимские чиновники в рамках команды Радмир Мавлиева решили не кошмарить застройщика МУП службы заказчика и технического надзора и генподрядчика Гарант Строинвест. И отказались от своих исковых заявлений, которые могли снова привести объект к коллапсу. Нас недавно пригласили в администрацию на совещание, на котором присутствовали директор службы заказчика и Гарант Строинвест, а также сотрудники МИАРИ. Заместитель главы Чистяков объяснил, что были проведены длительные переговоры и согласованы параметры взаимоотношения застройщика и генподрядчика, позволяющие без существенного сдвига сроков завершить работой по проблемным сексе. Обозначил дату возобновления работ. Конечно, мы уже много раз слышали различные обещания по нашему дому, поэтому с особой осторожностью относимся к таким заявлениям. Но поверим и подождем в очередной раз. Благо, заявленная дата возобновления работ наступает уже через две недели, прокомментировал нам ситуацию представитель инициативной группы дольщиков. 31 марта состоялось сенсационное подписание мирового соглашения между администрацией УФы и застройщиком Жилстройинвест, владелец которого Рабис Салихов в прошлом году записывал видеообращения властям России и жаловался на беспрецедентное давление. Однако с того времени, видимо, все поменялось. И теперь стороны в лице представителя администрации УФы Вилли Сафина, Жилстройинвеста в лице Лилии Казбековой и представителя Минземимущества в лице Дмитрия Суслина подписали соглашение, которое может разрешить строительство свечек в парке имени Кафури. Хотя пока, по нашей информации, прокуратура выступила против этого соглашения, а арбитражный суд само ассоциационное мировое соглашение пока еще не утвердил. Как именно компания Жилстройинвест удалось получить добро на строительство и удалось ли вообще, пока неизвестно. В компании отказались комментировать, отметив, что еще нет решения. Поэтому говорить о чем-то просто рано. Кстати, в этой истории нет хороших и правых сторон. Застройщик получил землю по старым правилам, скорее всего, не без своего влияния на руководство города. Когда Жилстройинвест загоняли в новые правила, то просто занимались переделом рынка УФы. Вряд ли сегодня власти одумались, потому что осознали, что удушение коренных застройщиков не даст показателей по вводу жилья в будущем. Среди причастных ходят упорные слухи о якобы очень уважительной причине в цифровом содержании. Из кадровых решений отметим назначение главы Калининского района Сергея Кожевникова, первым заместителем мэра УФы. За это кресло, кстати, шла нешуточная борьба. На пост страстно рвался глава Кировского района Эльвир Нуждавлятов, но помешал скандал с банкетом в театре оперы и балета. Сам Маглеев уже начал показывать зубы своим печененным и гонять их за нерадивость. Появились слухи, что министром здравоохранения РБ может стать главный врач больницы номер 18 35-летний Айрат Рахматуллин вместо исполняющего обязанности Азата Рахматуллина. Такая кадровая логика, если честно, не очень понятна. И завершим сегодняшний выпуск некрологом по Владимиру Жириновскому. Очень многие бросились отмечать его ум, опыт и прочее. Эти восторги нам сложно разделить. Его главным злом было даже не провокационные посылы про татар с башкирами, которые должны отправиться в Монголию. Главное зло было в том, что, обладая харизмой, он отбирал электорат у оппозиции, а его партия всегда голосовала как партия власти. Спасибо, что смотрите нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и поддерживайте нас донатами. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.